Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Это у нас телефон Yota Fone 2. Заказан был на сайте Gearbest. Так, здесь у нас переходник почему-то положили. Я говорю почему-то, потому что вроде как телефон должен быть с европейской розеткой. Так, и вот он наш телефон. Добирался он сюда почтой Сингапура. Доставка заняла около недель. Итак, открываем сам телефон. Здесь у нас вот такая бумажка. И здесь у нас заклеена. Довольно-таки приятная упаковочка. Так, прорезал я или не прорезал. И вот таким вот образом открывается коробка. Так, здесь у нас должна быть скрепка. Так и есть. скрепка для открытия платка sim-карты. Здесь у нас находятся наушники. С этой стороны у нас... кабель. Так, не доставать я его не буду пока. И здесь у нас блок питания. Вот почему я говорил, что положили переходник. Так как блок питания с европейской розеткой уже. Блок питания, как видим, миотофон. Все как положено. Блок питания, кстати, на полтора ампера. Так, здесь у нас сам телефон. Так, где-то клонка включения. Так, вот он у нас включается. И здесь у нас инструкции и наклеечки. Так, ну все как во всех этих обзорах я смотрел. Все, в принципе, точно такое же. И включается сам телефон. Ну, довольно-таки приятный на ощупь телефончик. Сейчас мы выберем русский язык. Так, где-то я его уже пропустил. Есть. пропустить. Ок. Оставляем все по умолчанию. И нам предлагают перевернуть телефон для того, чтобы настроить задний экран. Свайп влево. Все, в принципе, все настроено. Экран задний довольно-таки тусклый. Надеюсь, что яркость где-то регулируется. Итак, обучение завершено. Кнопок не вижу под наклейкой. Ну, все, в принципе, телефон включен. Довольно-таки приятный телефончик. Итак, сайт Gearbest. Кому интересно, ссылку приложу в описании. Заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.